Здравствуйте, ребята! Меня зовут Смайлов Баужан, и сегодня мы поговорим о типах тканей. В качестве примера мы возьмем человека. Давайте нарисуем человека. Теперь выделяет четыре основных типа тканей. Самый первый – это тип тканей, который может находиться снаружи и внутри. То есть это у нас эпителий. Например, эпителем является наша кожа, но также внутри наших органов, внутри нашего тела тоже имеется эпителий. То есть представьте, например, такой орган, как желудок. То есть получается в желудке имеется полость, и эпителий находится во внутренней части желудка и отделяет полость органа от всех остальных тканей. То есть эпителий тоже находится и внутри. Основная функция эпителия – это у нас защита. Также эпителий может выделять различные вещества. Например, в нашей коже выделяют пот и сало, которые защищают нашу кожу от высыхания и разрушения. То есть это у нас выделение разрушительных веществ. Далее, второй тип тканей называется соединительный. Теперь, соединительных типов тканей в нашем теле достаточно много, и они выполняют различные функции. Давайте по ним пройдемся. То есть один из первых типов тканей, о котором я хотел бы поговорить, это у нас костная ткань. То есть кости являются соединительным типом тканей. То есть давайте нарисуем, скажем, здесь у нас рука, и здесь у нас имеется косточка. Второй тип тканей соединительных является у нас это жировая ткань, которая отвечает за запасание питательных веществ и обеспечение механической защиты, то есть смягчение различных физических ударов. Третий тип тканей, это у нас соединительные, то есть это жидкая, к ним относятся кровь и лимфа. То есть кровь является жидким типом ткани. Четвертый тип, это у нас крючевая ткань. Крючевая ткань, она находится вместе с костной, то есть, например, на поверхности различных суставов и между различными костями. То есть для того, чтобы обеспечить эластичность и подвижность нашего скелета. Далее, это мышечный тип. И мышцы у нас имеются три разных локации, где они могут быть, и они выполняют различные функции. То есть мышечный тип ткани у нас отвечает, обладает таким свойством, как подвижность, то есть они отвечают за движение. И движение может быть разным, то есть может быть движение нашего тела, то есть за это отвечают скелетные мышцы, которые находятся обычно на поверхности костей. То есть это первый тип, это скелетный. Далее у нас имеется отдельная мышца, которая отвечает за движение крови по нашему телу. Это сердце, сердечная ткань мышечная. И последний, это тип ткани, мышечный тип ткани, который отвечает за движение наших органов. Например, наш кишечник постоянно сокращается для того, чтобы продвигать пищу и отходы, то есть по нашему кишечнику, который очень длинный. Этот тип ткани находится в стенках внутренних органов, например, в том же самом желудке может находиться, и называется он гладкий. То есть гладкая мышечная ткань. И самый последний тип из всех крупных типов, это у нас нервная ткань. Которая относится у нас, например, к мозгу. И среди нервной ткани имеется два типа клеток. То есть есть клетки, которые проводят электрические импульсы, и они отвечают за работу нервной системы. То есть за передачу всех вот этих сигналов по нашему телу. То есть их называют нейроны. И есть другие клетки в нервной ткани, которые отвечают за поддержание нейронов. То есть они отвечают за защиту, за питательные функции, за удаление отходов. Этот тип клеток называется нейроглия. То есть они выполняют своего рода поддерживающую функцию для нейронов. Это у нас все основные четыре типа тканей. То есть давайте по ним обратно пройдемся. Первый тип тканей это у нас эпителий, который отвечает за защиту и выделение различных веществ. Вторая группа тканей это соединительные, к которым относится костная ткань, жировая, жидкая, такая как кровь, и хрящевая ткань. Третий основной тип тканей это мышечный, который отвечает за движение, как всего нашего тела. Например, скелетная мышечная ткань отвечает за движение кровотока. Это сердечная мышца, сердечная ткань. И движение наших органов. Это гладкая мышечная ткань. И самый последний тип это у нас нервная ткань, которая отвечает за проведение импульсов и контроль нашим телом. Состоит она из двух типов клеток. Это нейроны, которые проводят сами электрические импульсы. И нейроглия, которая обеспечивает жизнеспособность этих нейронов. На этом у нас все. Если у вас какие-то имеются вопросы, пишите в комментарии, я на них обязательно отвечу. И на этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До следующего урока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»